Привет! Гуляю. Хорошо. Ой, там я приближаюсь к какой-то школе. Сейчас шумно-шумно будет. Я уже забыла, что уже сентябрь, уже не лето. Когда летом здесь ходишь, никогошеньки. А в сентябре уже все в школе. Ладно, поболтаем. Так, всегда спрашиваете меня, в каких районах я гуляю. Я... Не написано район, но это Прага-4 точно. Улица в Ровинах, но я не знаю, какой это район. Или Кырч, или Михлы, может быть. Я здесь не так далеко раньше жила, и у меня здесь много чего осталось, потому я в этих районах много езжу. Мне нравилось здесь и поликлиника, и прочее, поэтому я по многим делам, по многим вопросам я здесь хорошо ориентируюсь. Вот. Плюс тут есть очень хорошие магазины, в которых не так много людей, как в центре. Поэтому я люблю сюда ездить. Прага очень по размеру маленькая. Тут, по сути, кругом. Когда ты живешь в центре, тебе 10 минут до чего угодно. 20 — это, по большому счету, уже как максимум. Вы на машине за 30 минут, наверное, без пробок всю Прагу насквозь проедете. Очень маленькие территории. Вот. Так что я здесь очень часто бываю, здесь все люблю, и все хорошо знаю, прожив тут 9 лет. Вот. Сегодня поговорим на тему, что несбывшиеся мечты превращаются в травмы. И это настолько видно. Настолько видно. И с возрастом это глубже понимаешь, на примерах очень многих людей. То есть одно дело, когда тебе 15, у тебя есть несбывшиеся мечты, да, у тебя еще горит огонек и вера, что все может быть иначе. Потом в 20 обычно первые разочарования у людей приходят, что они себе представляли, что в 20 они уже будут взрослыми, с деньгами и ехать на Феррари. Но этого не пришло. Вот. Но тяжелее всего это бьет после тридцатника. Тридцатник — большой, переломный момент. И очень много сериалов и вообще культурно ориентированных развлечений посвящено именно проблематике 30-летних. Для многих людей это большой рубеж и период больших очень стрессов, разочарований, депрессий и прочего. Именно из-за этих самых несбывшихся мечтаний. То, что у каждого горит надежда, что будет все иначе и к тридцатнику я точно буду иметь там счастье, жену, детей, дачек пять штук и дом. И когда это все не приходит, то просто люди очень тяжело это эмоционально переносят. Покажу немножко район. Тут школа. Уже начались занятия школьные, они играют. И, конечно же, когда не сбывается особенно много, то есть люди, у которых, я бы сказала, 50 процентов мечта не сбылись, у них все нормально. То есть они как по-другому воспринимают свои несбывшиеся мечты. Они знают, что они уже 50 процентов сбыли, потому что, ну, мечты не сбываются сами. Их можно сбывать. И под лежачий камень вода не течет. Эти все поговорки, это абсолютная правда. Все мечты нужно сбывать. Я знаю кучу людей, кто сидит и 20 лет все говорит, что для него припасена какая-то там лучшая жизнь. Точно у него это будет. Все для него есть и ничего нет. А другие в это время делают, делают и у них есть. Это труд. Сбывать свои мечты – это работа каждого из нас. Поэтому те, у кого 50 процентов сбылось, у них уже есть понимание, они уже прошли определенный путь, они знают цену этому всему и знают, что окей, я поднапрягусь, у меня будут жертвы такого-то, такого-то параметра, но я это сделаю, добьюсь. Пускай мне понадобится на это еще 10 лишних лет, но у меня точно это будет. А сейчас мне эти 50 уже дарят большую радость. Это одно. Но когда ты приходишь к тому же тридцатнику, который все психологи подтверждают, это самый переломный момент просто в жизни, и у тебя просто 90 процентов всего не сбывшегося, это превращается в травму. И травмы делают людьми, людей уязвимыми, озлобленными, ни во что не верящими, всех ненавидящими. И самое ужасное, что они отбирают у людей способность верить. И люди, которые единожды себя записали в те, у кого уже ничего не будет, и кому как-то ничего не достоин, у них уже вряд ли что-то изменится, потому что они себя так позиционируют. Эти сигналы, которые мы внутренне высылаем в космос, и в том числе это сигналы самопозиционирования, они очень важны. И нужно реально есть эти методики психологические. Они, может, в чем-то и глупые, и смешные, но они работают. Типа подходить к зеркалу и писать помадой «Я самая красивая, я счастливая, я скоро найду любовь в своей жизни», да? Как раньше в фильмах в 90-х годах показывали, и мы ржали все с этого. Но эти методики работают. Какие вы сигналы высылаете в мир, то такие ровно вам и возвращаются. И вот эти сигналы посылать правильно — это огромный труд. Когда ты сидишь просто на руинах жизни, но ты находишь в себе внутренние силы и все равно говоришь «Нет, я здорова, я счастлива, я добьюсь того и того, я то, я то, я то». Ты на себя все вот это навесываешь, и ты посылаешь это в космос. А самое главное, что ты начинаешь излучать флюиды определенные, и люди тебя начинают воспринимать иначе. И как только тебя начинают воспринимать иначе люди, ты, считай, выиграл. Потому что в этот момент начинается у тебя прорыв. Вокруг тебя собираются все вот эти энергии, когда люди тебя видят так. Поэтому, ну вот есть люди, которые там с некоторых других людей смеются, которые, например, я не знаю, там никогда ничего не написав у себя в Инстаграме или в Фейсбуке большими буквами написали «Я писатель там» или «Я успешный писатель». И они ржутся от этого и говорят «Так ты никогда ничего не написал». Какой ты писатель? И отчасти есть в этом правда, да? Но этот человек, он посылает этот сигнал. Кто-то задастся этим вопросом «Ты же не писатель». А другая тысяча пройдет мимо этого аккаунта и подумает «Ага, у него написано, что он писатель, значит, он писатель». И эти энергии, они начинают просто работать, и человек этот становится этим писателем. Это просто как-то так работает. Поэтому я в эти энергии очень сильно верю, и в эти посылы я тоже очень сильно верю. И по большому счету, ребят, наверное, у 95% населения Земли от природы нету никаких конкретных возможностей. То есть очень многие люди, великие ученые, музыканты, все, кто двигает нашу планету, они, если вы начнете изучать, это не потомки аристократов и не дети богатых родителей. Соберите, вон, статья попалась мне «20 детей самых богатых людей Европы». И эти дети, они при таких возможностях, они просто прожигают жизнь. Они просто бухают, обкалываются наркотой и катаются на яхтах своих родителей сутками. Они ничего не делают и ничего не производят. Поэтому обычно все те, у кого наименьшее количество возможностей, они толкают планету. Поэтому мы все в этих равных абсолютно положениях. И хватит себе говорить, что у Перис Хилтон есть возможности, у вас нет, потому что это неважно абсолютно. Кажется, что нет этих возможностей, надо брать. И пускай, может быть, вы не достигнете самой большой мечты, не будете там пупом планеты, но вы все равно сделаете многое, и ваша жизнь изменится. Поэтому все эти нереализованные мечты – это все в ваших руках. И нужно просто очень грамотно к этому относиться, грамотно работать и грамотно понимать свое место в мире. И не тратить свою энергию на вот эту озлобленность. Очень многие люди от вот этой дичайшей озлобленности начинают тратить колоссальное количество времени на какую-то чушь полную, вместо того, чтобы в этот самый момент строить свою жизнь. Я года два писала для одного очень популярного портала психологического характера, и он такой был очень, ну, скандальненького толка. Там такие все журналисты собрались, которые, ну, очень спорные темы, громкие, большие темы, на которые люди боятся говорить, освещали. Вот, и я была одним из этих журналистов, и мои статьи в том числе получали невероятное количество грязи, критики, если можно так сказать, желаний мне там смерти и всего. Вот, ну, мы все очень хорошо зарабатывали там, потому что портал этот был очень популярный из-за того, что он такой был скандальный. Все его читали, и он был очень популярный. Вот, и мы с главным редактором этого портала отследили определенный цикл того, когда, в какое время конкретно появлялись там хейтерские комментарии. Причем в огромнейших массах, там просто десятки тысяч читало этот комментарий, поэтому ты издаешь статью с утра, и целый день нету реакции. А потом вечером в один миг, как по мгновению волшебной палочки, у тебя тысяча просто супергрязных, отвратных комментариев, и все. И мы стали изучать это, смотреть характер, из каких стран приходят комментарии. Портал был русскоязычный, все это было рассчитано на СНГ, поэтому 90% аудитории были из постсоветских стран, и еще 10% там читали из Европы и Америки иммигранты русскоязычные. Вот. И мы выяснили вот эти циклы просто натурально, учитывая все разницы во времени и во всем. Все эти комментарии... Через парк мне пройти, наверное. Все эти комментарии были написаны мужчинами. Мужчины — это основные хейтеры в интернете всегда, потому что женщины, как правило, заняты с детьми или чем-то вечерами, а мужчины после работы, им надо стресс этот, который они в себе аккумулировали, слить. Поэтому мужчины основная всегда... Ну, это психологический факт. Мужчины — основные хейтеры. 80, а то и 90% в зависимости от тематики хейтеров — это мужчины. Вот. И плюс они реально вот циклами идут. Вот первый цикл идёт с 4 до 6 вечера, когда все едут с работы, и второй цикл в 11 вечера начинается. Причём реально вот ты смотришь... В Праге, может быть, не 11, ты открываешь аудиторию, ага, сколько было в Москве в этот момент, и ты смотришь, и там было 11, например. И мы вот так вот сели, просто с ним всё это высчитали, когда и как. И я была в таком шоке. Он говорит, вот ты посмотри, по вот этой всей статистике вот можно вывести абсолютно процент нереализованных мужчин в СНГ. Абсолютно. Это все работники, которые работают по обычному стандарту. То есть никто из них не предприниматель и не бизнесмен. Все они ходят на работу с 9 до 5. И в момент, когда они едут с работы, озлобленные и без денег, они начинают читать в трамвае или в метро и писать первые хейтерские комментарии. Потом они побыли с семьёй там, с женой, опять не удовлетворены, опять там ребёнок попросил велик, на велик не было. И в 11 часов он ложится спать и пишет снова. То есть это абсолютно стандартная рядовая жизнь, при которой человек просто запряжён в стойло, он оттуда не может двигаться, не может ничего делать. Тиото, он по типичному графику живёт, и у него две волны вот этого хейтерства. И он сидит и свою жизнь просто раздаёт. То есть каждый день, едя в этом трамвае полтора часа по этой Москве, вместо того, чтобы читать книжки, в этот момент, как стать бизнесменом, как открыть свой бизнес, с маленькими навыками и так далее, полно историй. На ютубе девочка, которая уборщицей в отеле работала, сейчас имеет в Канаде одну из самых крупных клининговых компаний. И почти 2 миллиона подписчиков на ютубе у неё. Она оттуда просто выгребает лопаты, рассказывая, как содой отмыть унитаз. Вот вам самая элементарная вещь. Самая, казалось бы, низкоквалифицированная работа, но её знания нужны всем. Её смотрят миллионы, просто миллионы, чтобы узнать, как профессионал рекомендует помыть то или то. У неё куча... Clean My Space называется канал. У неё очень интересная история развития. И вот вместо того, чтобы изучать и посмотреть, что на самом деле можно быть не гением и абсолютно точно легко построить карьеру, и вместо того, чтобы в 11 заниматься сексом со своей любимой женой, люди сидят и читают какую-то фигню, и реально ещё комментируют. Ладно, читать. Чтение — это развитие. Почитал пять минут и всё. Я никогда и нигде не пишу комментарии длинные. Если что-то мне очень понравилось, я пишу так, держать — супер. У меня нет времени на это, потому что я хочу изучать историю успеха, хочу строить свой бизнес, хочу впитывать литературу, информацию, новости, культуру, изучать новые направления. У меня нет времени. Люди пишут полотна. Сидит мужик в 40 лет, нету бабла, детям ничего не может купить, всё, сердце разорвано от этой боли, и он сидит. И вместо того, чтобы взяться за себя в конце концов, наладить свою сексуальную жизнь, своё эмоциональное здоровье, свою карьеру, он сидит и строчит комментарии на каких-то порталах, которые потом просто удаляются, потому что они были созданы для зарабатывания бабла, чтобы нагнать просто скандалы. И их просто удаляют. И люди сидят и реально считают это важным. А ещё абсолютное большинство русскоязычных авторов, живущих на постсоветах, это малолетки. По той причине, что в русскоязычных, это немножко другая тема, но в русскоязычные страны сейчас переживают невероятный упадок заработков в сфере писательской деятельности. Это я вам, как писатель, говорю просто. Что сейчас все постарше русскоязычные авторы, кому надо кормить семью за эти деньги, а не просто там на жвачку купить, они все начинают нанимать переводчиков, репетиторов и уходить в англоязычный рынок, потому что невероятно упали заработки. Просто невероятно. Поэтому большинство, что вы там сидите в 40 лет и пишете, пишут 18-20-летние девочки, которые себе на помаду зарабатывают. А вы всерьез малолеткам вот этим, которые еще у них не сформировалось даже мировоззрение, вы сидите и тратите свою жизнь с пеной у рта что-то доказывая. Это потому, что вы наполнены вот этими вот нереализованными мечтами. Поэтому честно, ребята, заканчивайте, берите себя в руки. Просто берите себя в руки. Это абсолютно реально. Я никаких звезд с неба не хватаю, но если сравнить мою жизнь, в которой я жила на родине, и сравнить то, что я имею сейчас, и количество счастья, которое я испытываю, это просто несопоставимые вещи. Я бы, наверное, живя в Беларуси, отдала бы обе свои почки, чтобы жить так, как я живу сейчас. И это просто абсолютно доступно реально трудом и мечтами. Мы на мечты ставили так, что просто трындец. У нас никакой помощи вообще не было. Кроме поддержки от родителей, у нас вообще никакой помощи больше никогда не было. Никто нам не был в состоянии помочь. Практически финансово. Наши бабушки и дедушки давно умерли. И никаких квартир там, которые продавать можно было у нас, не было и в помине. Я из неполной семьи. У меня... Нас бросил папа. Я его родителей вообще никогда не знала, поэтому у меня были только бабушка и дедушка мамины, которые умерли, когда я была маленькой девочкой. Поэтому никакой помощи у нас никогда не было. Мы приехали сюда, по сути, гастарбайтерами, хотя официально это так не было, потому что гастарбайтеры — это те, кто временно приезжает на работу. Мы не приехали временно, мы переехали сразу навсегда. Это было наше четкое решение. И мы в другой стране, без языков, без ничего, зубрили языки, выходили миллион раз из зоны комфорта, рисковали, одолжали деньги миллион раз, рисковали, ставя на карту все. Просто все. Бывали месяцы, когда нам есть не за что было. Мы питались самыми дешевыми продуктами. Переодолжали. У кого только можно. А поймите, что за границей отдолжать деньги невероятно тяжело. Ты тут никого не знаешь. Тебе никто не доверяет, когда ты иммигрант-новичок. Тебе нету никакого круга общения. А отдолжать их в Беларуси нереально. Потому что мне закрыть какие-то элементарные вопросы в Чехии может 10 тысяч евро надо. Там таких денег у моих знакомых ни у кого нету. Им даже не снилось бесполезно ходить. Я когда пыталась даже собрать, это фактически нереально. Это нереально просто. Поэтому всегда приходилось переодолжать их у кого-то, у едва знакомых просто людей. И вот так вот одолжали, рисковали, перекручивались. Учили по ночам английский, чешский. С трясущимися руками и ногами шли на первые бизнес-встречи на чешском языке, когда еще его не знали. В институтах учились, не зная языка. Вот так вот это делалось. Мы не писали комментарии и не видели и знать не знали, что такое социальные сети очень много лет. Это я вам 100% говорю. И пока вы будете сидеть и до бесконечности строчить этим малолеткам эти свои премудрости от 40-летних, ваша жизнь так и пройдет. Они в это время срубят бабла на этих скандалах, которые они вам создают, и уже пойдут дальше и сдадут книгу-бестселлер и будут жить хорошо. А вы все будете там сидеть и писать. Поэтому очень часто, чтобы дискредитировать меня и моего мужа, мне всякие хейтеры пишут, что вот осталось бы там, уже бы там бизнесменка была, как я там и все. Никогда не поверю в жизни, что у бизнесмена есть время писать подобные вещи. Никогда в жизни. Потому что мы оба с мужем бизнесмены, и я точно знаю, что у меня нет времени. Вот у меня есть 20 минут снять это видео. И это мое единственное хобби. У меня больше вообще никаких хобби нету, потому что у меня на них нет времени. Поэтому я 100% знаю цену этому времени, что вот снять это видео, потом еще смонтировать его, чтобы смонтировать 20-минутное видео, мне надо минут 30. И потом еще мне надо 5 минут или 10, чтобы его оформить для Ютуба. Все. Вот это час в неделю, который у меня есть. Все остальное время я учусь, развиваюсь, строю бизнес, пишу книги, перевожу, учу языки, редакторов нанимаю, чтобы редактировали мои статьи, помогали мне, занимались со мной. Учусь на английском, чешском. У меня нет времени писать кому-то какие-то комментарии. Пока у вас это время есть, вы развиваетесь неправильно. У моего мужа вообще бум уже, наверное, 5 лет. Он вообще ни в одной социальной сети не зарегистрирован. Он был зарегистрирован только ради меня для помощи мне там с моим каналом. Все. Он вообще там не находится, у него нет времени. Он приходит, у него единственная цель это уделить мне внимание, потому что целый день не может быть речи, чтобы он сидел в социальных сетях. Вот что такое успешный, занятой человек. Я знаю это точно. И это всех моих друзей касается. Всех моих друзей. Как только кто-то сидит днями в социальных сетях, 100% вам говорю, что этого человека нету, никакого бизнеса, нету никакого ничего. Все это знают отлично. Это первое. И второе. Это все такое брехотня и пустозвонство. Вот это вся фигня, когда мне приходят какие-то лохи и раздают советы мне или кому угодно. Если у вас есть YouTube канал, и сейчас многие люди открывают, не слушайте. У вас уйдет много лет, прежде чем вы поймете определенную динамику. Но я вам скажу это вот больше шести лет, будучи на YouTube. Все те, чей совет чего-то реально стоит, просто не заполучить. Вы платить за это будете. Хорошая лекция фотографирования, писательского искусства или чего-то от кого-то по-настоящему стоящего стоит от 150 до 300 евро. Вот сколько стоит совет знающего человека. Никогда Билл Гейтс не пойдет вам на канале писать, вот, ты неуспешная, а я успешный. И я вот сижу здесь, и вот не надо было мне переезжать в Чехию, я сижу в своей родной Америке, и у меня бабла просто ломится. Он никогда не будет этого писать, потому что его время на вес золота, и он свое время продаст миллион раз совершенно иначе, и его совет на вес золота. Если он даст кому-то совет, это будет только друг, равный эмоционально, и все. Поэтому каждый раз, когда я нуждаюсь в профессиональном совете, мне обратиться не к кому, потому что очень мало людей вокруг меня, которые бы добились чего-то, или добились бы, скажем, большего, чем я. Мне не к кому пойти за советом. И если я таких людей нахожу, я очень в открытую спрашиваю у них совет. И знаете что? Они его дают, скрипя зубами, и готовы выделить мне 10 минут. Это то же самое я готова. Когда у меня спрашивают совета, я могу выделить 10 минут. Все. Потому что я свое время очень сильно ценю, и у меня его нету. А те, кто мне бесплатно раздает советы в интернете, я заведомо знаю, что это лузеры. Мне неинтересны их мнения ни в одном формате. Это лузеры, которые мне неинтересны абсолютно, которые сидят и только строчат. Поэтому не хотите быть лузерами и строчить, начинайте пахать. Вот и все. Вот. И контент. Если вас раздражает, раздраконивает какой-то контент, не смотрите его. Ребята, успешные люди не тратят время на фигню. Начинайте успех со своей головы внутренней. Вот. Мыслите, как богатый, успешный человек, и к вам это придет. Абсолютно точно придет. Поэтому запретите себе тратить время на какую-то олю там, на меня, если я вам неинтересна. Смотрите только тех, кого вы считаете грамотными, от кого можно подчеркнуть, образовываться и все. Я подписываюсь и отписываюсь на миллион блогеров. У меня очень мало времени где-нибудь в промежутке, ожидая трамвай, я могу пять минут видео посмотреть. Я даже не помню, когда я в адеквате хоть какого-то блогера целое видео посмотрела. У меня нету времени, потому что я его хочу тратить на другие вещи. У меня много времени, но я хочу тратить его на другие вещи. Поэтому я очень фильтрую, кого я буду смотреть. Я смотрю только тех, кто подкидывает мне идеи. Эти идеи могут быть самые разные, даже не обязательно это будет какая-то суперценная информация. Но если этот человек зарядил меня позитивом, энергией, и мне эмоционально хорошо, я его просто посмотрю пять минут и буду ему безумно благодарна. Только позитив, только то, что вашу жизнь сделает пченоска, как чехи говорят, что будет просто бенефитом вашей жизни. Позитив, настрой, вдохновение, новые мысли, как пробиться, как добиться. Только этот контент вам нужен. Все. Если у вас лопается все на свете при просмотре Оли, Кати, Пети, просто не смотрите их, и все. Это вам абсолютно не нужно. У вас нет на это времени. Все. Спасибо всем за внимание и пока. Телефон.